Здравствуйте! Есть такое понятие человеческий потенциал. Вот человек учат, учат, повышает его человеческий потенциал, он становится более образованным, более умелым, он обладает, так сказать, аналитическими способностями, что-то такое вот, да? Понимаете? Это человеческий потенциал. И есть ещё слово такое тоже учёное – человеческий капитал. Это когда вот этот образованный человек находит в себе применение, на самом деле, получает ценность. Ведь сколько ни учи человека, а если найти ему хорошее место работы, что от него толку от этого, да? И вот на эту тему человеческого потенциала, человеческого капитала мы сегодня тут собрались поговорить с доктором каких наук? Экономических наук, профессором, докторовичем Анатолием Борисовичем. Он, кстати говоря, работает в Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы при президенте. В этой академии много-много институтов, и ваш институт, как называется? Институт Государственной Службы и Управление. А вот он так вот и называется. Так, ну так, Анатолий Борисович, и чем же замечательно этот самый потенциал, и как его превратить в капитал? На эту тему будем говорить, да? Да. Так. Я думаю, что полезно начать наш разговор, наш диалог с того, чтобы немножко пояснить, в чём состоит существенное различие между понятием «человеческий потенциал» и понятием «человеческий капитал». Угу. Если вы позволите, то мы начнём с того, что попробуем разобраться с понятием «человеческий потенциал». Так. В современной науке под человеческим потенциалом принято понимать совокупность всех тех человеческих качеств, включая способности, здоровье, качества, связанные с воспроизводством собственного человека, которые обеспечивают жизнедеятельность в самом широком смысле этого слова. Другими словами, человеческий потенциал – это все те качества, включающие способности, которые позволяют нам осуществлять жизнедеятельность. Если говорить о той части населения, которое занимается трудом, то есть постоянным, целенаправленным применением своих качеств и способностей, то мы говорим о том, что человеческий потенциал в данном случае реализуется в труде. Когда же ведут речь о человеческом капитале, то имеют в виду те качества, в первую очередь способности, которые позволяют человеку зарабатывать доход. И существенное различие между человеческим потенциалом и человеческим капиталом, по-видимому, состоит в том, что развитие человеческого потенциала направлено в первую очередь и имеет свою цель в развитии самого носителя, то есть человека, домашнего хозяйства. Всестороннее развитие личности был такой термин в советское время. Да, которая обеспечивает рост уровня его способностей, его знаний, повышение его здоровья. Ну, кстати, это приятно, когда ты становишься умным или когда становишься здоровее, чем раньше был. Это просто человеку приятно. Приятно быть умным даже. Ну, вот я-то в старое время помню людей, которые работали самообразованием, занимались книжки всякие, читали, а он работает бетонщиком, но книжки всякие умные читают, интересуются науками. Это же хорошо. Это не просто хорошо, я с вами вполне согласен, это доставляет человеку вообще говоря то, что мы называем моральным удовлетворением. Да, удовольствие человек получает, потому что вот всестороннее развитие личности происходит. Да, и более того, в обществе, которое ценит эти качества человека, так называемый социальный статус человека, вообще говоря, повышается. Ну да. То есть он испытывает больше уважения, больше внимания к себе и большее число коммуникаций, чем тот человек, который не занимается всесторонним развитием и не думает об улучшении здоровья, повышении своей профессиональной культуры, общей культуры и своих способностей. Конечно. Ну теперь, если вы не возражаете, мы попробуем разобраться всё же с понятием и с его содержанием, которое связано с человеческим капиталом. Понятие человеческого капитала возникло в научной лексике в 60-е годы, и в основном разработкой концепции развития человеческого капитала занимались такие учёные, как Теодор Шульц, Гэри Стэнли Бэккер и их последователи. И это, наверное, всё американцы, да? Да, да, да. Это 50-е годы? Это самый конец 50-х и начало 60-х годов. Это как раз тогда, когда в Советском Союзе была провозглашена программа построения коммунизма. Да, да, да. Ну, если отвлечься на такие программные лозунги, то всё же программа построения коммунизма при всей её утопичности в определённом смысле, она была развернута лицом к развитию, собственно, человека, семьи и общества. Её, в основе этой программы экономика рассматривалась как один из существенных факторов, обеспечивающих развитие, а в концепции человеческого капитала развитие человека и его способности, знания и здоровья рассматривается как фактор повышения доходов. И это одно из существенных различий, которые отражены не только в терминах и в их определении, а в самих сущностях и концепциях развития человеческого капитала, с одной стороны, а с другой стороны, в теории развития потенциала. Вот можно я про того бетонщика вспомню? Вот бетонщик, работал он бетонщиком, учится он, стал он, так сказать, таким самобытным философом, да? Но вот ведь для каждого бетонщика не найдётся кафедра философии, правильно? То есть его вот это развитие окажется, ну, да, ему приятно, он симпатичный дядька, вот он такой хороший бетонщик, интересный человек. Сейчас он в интернете будет с кем-то общаться там, да? А тогда, конечно, такого не было. Но, в принципе, ведь все эти усилия, потраченные им или там окружающим на то, чтобы он стал таким вот самобытным философом, они остались без материальной отдачи. Он же никак не применяет эту свою философию, да? Вы понимаете, вы это затронули. Можно стать, например, специалистом по каким-то новым технологиям, да? А если у вас не востребован этот специалист? Вот вы почти ответили на тот вопрос, который вы сейчас озвучили. Здесь процесс социализации личности и развития личности в обществе, он многосторонний. И одна из сторон этого процесса не только желание бетонщика стать философом, но и востребованность философа-бетонщика со стороны общества. Экономики, может быть, лучше скажем так. Я все же хочу... Понятие общества это все-таки такой лучше образованный бетонщик, чем не образованный. А с точки зрения экономики вот он, не нужен он в экономике вот такой вот образованный бетонщик. Слишком дорого он обходится. Я готов с вами не поспорить и не дискутировать, но обратить ваше внимание на то, что экономика сама по себе вне общества не может развиваться. Да, конечно. И отношения и государства, и властных структур, и экономических структур к философу-бетонщику может быть двояким. С одной стороны, в терминах и исходя из позиции человеческого капитала, если он хороший бетонщик, работает до изнеможения, выполняет норму выработки более чем на 100% и при этом получает всего-навсего на эпсилом процентов больше, чем бетонщик средней квалификации, да, он дает высокий уровень прибавочной стоимости. Но если посмотреть на эту проблему более широко со стороны общественных интересов, то может оказаться, что философ, хорошо познавший особенности и сложности физического труда, может оказать долговременное, долгосрочное влияние на развитие общества, которое потом отразится, например, в новых технологиях бетонирования. А я говорю об этом только лишь для того, чтобы вернуть немножко тему нашего разговора к тому, ради чего создавалась концепция человеческого капитала. Создавалась она вначале на Западе, потом ее поддержало много исследователей и в европейских странах, в частности, и в Англии, и в Германии. Речь шла о том, что к тому времени основные ресурсы экономики использовались уже практически на пределе их возможностей, и была выявлена необходимость повышения, существенного повышения производительности труда путем той или иной мотивации высокоинтенсивного труда, то есть узкой специализации исполнителей, то есть зарабатывания достаточно больших денег на уровне каждого отдельного работника. И, нисходя из такой, в общем-то, несложной и не очень глубоко скрытой мысли, названные ученые, их последователи пропагандировали теорию человеческого капитала, как ту теорию, которая обеспечивает в конечном итоге экономический рост, прирост производительности труда и повышение нормы доходности. Кстати, их работы были достаточно высоко оценены в экономическом научном сообществе, и оба названных мной ученых с небольшим интервалом, один после другого, получили Нобелевскую премию за развитие... По экономике, очевидно. По экономике, да. Но возвращаясь уже к той теме, которую мы сейчас поставили, как мне кажется, во главу нашей беседы, я хочу обратить внимание, что зародившись, как вы правильно сказали, в конце 50-х, начале 60-х... Это вы сказали. А я вас спросил, когда, а вы сказали. Да, как мы правильно сказали. Эта теория просуществовала, нельзя сказать, что ограниченное время, она просуществовала более 30 лет. И выяснилось, что интенсивное повышение экономического роста и интенсивное повышение производительности труда в конечном итоге привели к тому, что повышается норма прибыли со стороны работодателей, со стороны так называемых предпринимательских структур, и усиливается, причем ощутимо, заметно, усиливается экономическая дифференциация. Разделение по уровню доходов. По уровню доходов, конечно, конечно. И, кстати, вот я так понял, если то вот в тех концепциях, которые развивались в конце 50-х годов, так тут-то ведь, понимаете, каждый должен к своему месту рабочему подходить. То есть тут не нужна универсальность, не нужно большое образование, нужна специализация. Специализация, повышение специализации. Не нужно что-то сложное на все случаи. Вот простое, дешевое. То есть, получается, тут вот этот человеческий капитал, он не связан с человеческим потенциалом. То есть потенциал у такого человека меньше, который узкий специалист. Специалист подобен флюсу, да, как это Маяковский сказал. Еще он тоже про американцев сказал. Ну, это, конечно, поэт сказал, это, конечно, не надо понимать всерьез. Он говорит, что американцы, все говорят, узкие специалисты. Он может всю жизнь затачивать, значит, кончики игл, все об этом знает, но может даже не подозревать, что у иглы есть ушко. Ну, это, конечно, Маяковский сказал, это, конечно, поэт. Но, тем не менее, вот он так выразил, да? Такую ограниченность специалиста. Ограниченность специалиста и ограниченность его ценности как индивида в обществе. Ну да, естественно, это приводит к профессиональному кретинизму. Есть такое тема. Ну, я не хочу, я согласен с вами, я не хочу. Нет, вот так нам философы говорят. А вот у вас у философов есть свой профессиональный кретинизм? Мы на это сказали философу. Нам читали лекции по философии когда-то. Если говорить об экономической стороне философии, то я бы сказал, что у нас и у меня в частности есть нацеленность и зацикленность на социальные аспекты, социально-экономические взаимодействия. То есть я не рассматриваю в вашем образном выражении иглу с точки зрения её экономического кончика, а я скорее подхожу со стороны ушка, где находится голова способностей и таланта человека. Переходя, как мне кажется, к более общей и более ёмкой теме развития способностей человека как индивида, мы пришли к началу 90-х, концу 80-х годов к осознанию того, что при увеличении экономического неравенства, при повышении существенной разницы в доходах и возможностях между сверхбогатыми и бедной частью населения, мы имеем в конце 20-го века сокращение возможностей выбора развития. То есть если по сегодняшним оценкам международных организаций 60-61% населения владеют всего примерно 30% мирового богатства, а 0,72% владеют более чем 32%, то мы понимаем, что возможности более половины населения существенно ограничены, существенно меньше, чем возможности вот этого, менее чем 1% сверхбогатых людей. И более того, в этом смысле накопленная часть чисто финансовых ресурсов может не использоваться в непосредственном производстве, то есть она не работает в системе труда. Она существует на банках, она может участвовать в различных биржевых операциях, но она выведена из непосредственной системы труда. Мы задаемся вопросом, хорошо ли это, и этот вопрос достаточно не риторический, он заслуживает внимания. То есть ограничивается поле возможностей людей, не обладающих достаточным уровнем доходов, и недоиспользуется финансовые возможности тех людей, у которых накоплен слишком, так сказать, слишком высокий уровень финансовых ресурсов. С точки зрения теории развития человеческого потенциала, это неправильно, и это нехорошо. И говоря об этой теории, мы говорим о том, что надо задуматься о смене целеполагания. Что является целью социального и социально-экономического развития? Рост доходов на макро-микро уровне экономики, рост доходов на уровне домашних хозяйств, или всё-таки развитие человека, его возможностей, его способностей, его качеств? То есть всестороннее развитие личности, опять-таки. Да, опять-таки всестороннее развитие личности, но может быть не направленное на удовлетворение чисто эгоистической возможности созерцания или размышления, а на расширение его возможности в выборе той или иной формы и места труда, которая, скажем, не ограничивается только бетонированием. Той или иной формы капитализации его человеческого потенциала. Потенциала, да, именно так. То есть в рамках концепции человеческого капитала форма капитализации однозначно. Если вы квалифицированные бетонщики, работаете достаточно эффективно, и удовлетворяете работодателя, то работодатель вовсе не заинтересован предоставить вам иное место работы и иные возможности по зарабатыванию денег, потому что вы устраиваете работодателя. Да, полностью соответствуете. И вы полностью соответствуете его требованиям. Если же мы обратимся в этой дихотомии работодателя-работника лицом к работнику, то я думаю, что в 21 веке мы должны обеспечить гораздо больше условий работнику выбирать работодателя, чем работодателю выбирать того работника, в скобках, бетонщика, слесаря или сантехника, который ограничен, узко заточен и может хорошо выполнять эту работу. Вот, слушая вас, я вспомнил вот такой пассаж. Значит, долгое время всякие, знаете, методы исследования операции, оптимизация в экономике, экономико-математические исследования всякие, они были зациклены, как вы говорите, на то, чтобы получить максимальную прибыль или минимальный убыток понести. Методы оптимизации. Это всякая чистая математическая вещь, нужно решить найти оптимум функции. Оптимум функции. При ограничениях держек. Но вот тут получается такая вот ситуация, что на самом деле сейчас у любой экономической деятельности есть еще социальные последствия. То есть, ведя какую-то экономическую... Вот, кстати, очень прибыльное дело, производить спиртные напитки, например. Кстати, законом не запрещено. А вот представьте себе, если значительная часть общества будет злоупотреблять этими спиртными напитками. Одна сторона злоупотреблять их производством, а другая сторона злоупотреблять их... Да. Хорошо ли это или плохо? Конечно, это плохо. То есть, каким-то образом, вот, рассказывал мне один, значит, математик-прикладник, он, значит, возглавлял этот институт соответствующий, проблема такая, что не совсем понятно, как же вот в эту оптимизационную задачу вот это включить, вот этот вот социальный фактор, вот социальный эффект этой деятельности, да, понимаете как? И вот то, что вы сейчас как раз об этом говорите, же, с одной стороны, с точки зрения экономики, получения максимальной прибыли, производства максимального количества продукции вот в обществе, да, для удовлетворения всех возрастающих материальных потребностей, да, нужно, чтобы каждый человек был максимально специализирован и минимально, вот, так скажем, растекался мыслью в разные стороны, да? Ты знал своё дело и работал, да? С максимальной производительностью. Да, знай своё дело, уткнись, вот и работай, да, нечего тут философствовать, да? А с другой стороны, а что в этом хорошего, вот уткнись и работай-то, да? Это что тут такое, лагерь, что ли, какой-то? Да, да, конечно. Добровольно-принудительный труд, что ли? Конечно, конечно, вы сейчас в достаточно популярной форме, по сути дела, покритиковали систему целеполагания развития капитала. То есть, действительно, надо людям быть получше как-то, поинтереснее жить-то, да? И обладать большими возможностями саморазвития развития. И вот хотелось бы ваше мнение по следующему вопросу выслушать, да? А вот вообще вот нам сейчас, в нашей стране, есть смысл развивать систему, скажем так, ну, массового высшего образования. Ведь в любом случае, как бы оно ни было, как бы ни относиться к массовому высшему образованию, оно ведь улучшает человеческий потенциал-то, нет? Я изначально отнёс себя к стойким, твёрдым и убеждённым сторонникам развития потенциала человека. И вы совершенно справедливо говорите, что массовое и высококачественное, я бы добавил. Ну уж как получится, массовое и высококачественное, очень уж высококачественное не бывает, стандартное бывает какое-то. Мне бы хотелось, мне бы хотелось... Стандарты качества. Чтобы и стандарты качества образования не были застывшими по своей форме, а чтобы они повышались по мере развития общества. Ну, это понятное дело. И говоря о таком образовании, менялись, ну, в сторону улучшения, в сторону улучшения. И это такое направление развития, если к нему ещё добавить такие же требования и к улучшению системы здравоохранения в целом, потому что образование и здоровье, они являются одним из трёх основных факторов развития потенциала. А третий какой? Сейчас мы к этому перейдём. Они позволяют человеку выбирать те места работы и те формы труда, при которых он может не только реализовывать свои способности, но может и повышать отдачу от своего капитала. Потому что вряд ли будет правильным утверждать, что квалифицированный рабочий или инженер, если он захочет менять свою специальность или специализацию на другую, будет её менять на ту, при которой уровень его доходов или социальный статус в обществе будет ниже того, которым он обладает. Это же разумное существо. Разумное, да. И поэтому его желание сменить место работы... Разумное существо за его живущей экономической среде. Конечно. Оно, как правило, всё равно будет подчинено рациональному выбору. Но выбора у него будет больше. Отвечая на вторую часть вопроса, я не хочу свои аргументы. Я хочу привести высказывание одного из лауреатов, тоже Нобелевской премии, Амартия Сэнна, который является активным сторонником как раз теории развития человеческого потенциала. И он говорил о свободе выбора. Главным направлением или главной целью развития и общества, и экономики, это расширение возможностей выбора человека в условиях свободного рынка. То есть не рынок диктует вам ограниченный спектр возможностей, а должны быть созданы такие условия, когда при рыночных отношениях вы расширяете возможности вашего выбора. И в этом как раз состоит существенное коренное принципиальное отличие теории развития потенциала от капитализации ваших способностей. Говоря об образовании, конечно, вы правы. Конечно, образование должно быть массовым, конечно, оно должно быть, пусть я не хочу говорить стандартизованным, но на уровне... Качественным, скажем так. Качественным, качественным. Но оно должно улучшаться в связке, в полной связке с системой здравоохранения. Потому что противопоставление одной системы или другой приводит к тому, что, опять же, возможности значительной части населения, особенно в больших урбанизированных городах, могут быть ограничены по здоровью, например. Интенсивная учёба или интенсивная работа, они так или иначе сказываются на здоровье. Ну вот, жалко, время наше кончилось, а то бы так говорили бы, говорили бы. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот и публике наше спасибо большое за внимание. Видите, какие вот интересные мысли для эпохи сокращения расходов на здравоохранение, на образование. Свежо, свежо. Удачи вам, всех благ.